Температура под 40, кашель, проблемы с кишечником – уже знакомые симптомы не до конца изученной болезни. Новый штамм коронавируса Omicron известен не только быстрой скоростью распространения, но и большим количеством заболевших детей. Предыдущий штамм несовершеннолетние переносили гораздо легче. Теперь коронавирус протекает у подростков как сложный грипп. Пик заболеваемости среди детей пришелся на конец января-начало февраля. Тогда в детской инфекционной больнице Самары наблюдались порядка 150 человек. Сейчас заболеваемость падает, но последствия остаются. Самые частые – это заболевания сердца и нервной системы. Есть так называемые постковидные осложнения. И при любой форме ковида, те или иные осложнения, мы сталкиваемся, в том числе и у детей. Так же, как и при гриппе. Это поражение может быть сердечной мышцы в виде миокардитов. Это поражение желудочно-кишечного тракта. Это может быть поражение центральной нервной системы. Самое действенное оружие против ковида, а значит и последствия перенесенного заболевания – вакцинация. С начала этого года ее начали проводить среди несовершеннолетних. В Самару поступило около 2000 доз вакцины. Сейчас мы имеем где-то уже около 500 человек, которые вакцинированы. Принцип абсолютной добровольности, то есть заявительный характер. Должно быть обязательно заявление от одного из родителей, законопредставителя и согласие, которое может быть оформлено как родителям, если ребенку еще нет 15 лет, так и самим несовершеннолетним, если ему уже исполнилось 15 лет. Вакцина переносится хорошо. Ни одного пока, я надеюсь, в последующем побочной реакции мы не зарегистрировали. Ну а как она подействует, так же, как вся вакцинация. То есть это позволит снизить заболевания, тем более видим, что у нас детки, к сожалению, тоже извлекают свой эпид-процесс. Чтобы обезопасить себя и своего ребенка от опасного вируса, нужно проводить профилактику, заботиться о чистоте рук, использовать маски и избегать мест скопления людей.